История Грузии Крещение 324 грамма История Грузии и рассказ начнем с распространения христианства в Грузии в первом веке. Христианство здесь проповедовали ученики Христа Андрея Первозванова и Свимон Канонит. В первом веке христианство не нашло широкого распространения в Грузии. Но все же автокефалия грузинской церкви связываются именами апостолов Андрея Первозванова и Свимона Канонита. В четвертом веке в Грузию пришла святая Нина Каппадокийская. Святая равноапостольная Нина родилась около 280 года в городе Каластры. По преданию она отправилась в Иверию чтобы найти хитон-господень. Иверия – территория современной Грузии. Воспитательница Нина рассказала ей о том, что хитон-господень был перенесен из Иерусалима в Амцхету. Нина отправилась в страну, где находился хитон-господень, чтобы найти гробницу Сидония и поклониться Ризе Христа. Однажды предчистая дева явилась Нина во сне и, вручив крест из виноградной лозы сказала, «Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградую против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у Него, я же буду тебе покровительницей». Проснувшись, Нина увидела в руках крест и пошла к патриарху Иерусалимскому рассказать о видении. Патриарх благословил Нина на подвиг апостольского служения. Крест, который обнаружила Нина, хранится в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси. Несмотря на трудности, настигшие Нина и ее спутницы унисшие жизни многих из них, Нина не прекратила свой путь и добралась до Грузии в 319 году. В Мцхете, древней столице Грузии, святая Нина поселилась в семье бездетного царского садовника, жена которого, благодаря молитвам святой Нина, родила ребенка и уверовала в Христа. Святая Нина исцелила от тяжелой болезни царицу Нану, которая после этого приняла святое крещение из идола поклонницы и стала ревностной христианкой. Несмотря на чудесное исцеление царицы, царь Мириан, 265-342, готов был подвергнуть святую Нину жестоким мучениям. Однако царь Мириан внезапно ослеп. Тогда устрашенные единогласно воззвали к Богу, которого проповедовала святая Нина. Мгновенно царь прозрел. Это случилось 6 мая 319 года. Царь Мириан, исцеленный верой Нина, принял святое крещение вместе со своей свитой. С того события прошло всего несколько лет, и христианство окончательно утвердилось в Грузии. В Грузии согласно летописям, святой Нина была открыта где сокрыт хитон господень, и на том месте был воздвигнут первый в Грузии христианский храм, изначально деревянный, теперь каменный собор в честь 12 апостолов, святец Хавеля. История Грузии, вторжение арабов с 30-х годов 7 века начались большие завоевательные войны арабов, в результате которых образовалась огромная империя. Арабы с древнейших времен жили на Аравийском полуострове. Их основной деятельностью было кочевое скотоводство. Кочевавшие на севере арабы назывались бедуинами. В одной из местных купеческих семей родился Мухаммед, с чьим именем связано создание новой религии – ислама. Первоначально распространению новой религии оказывали сопротивление. Местные жители и Мухаммед вынужден был покинуть Мекку. В 622 году он перешел в Медину. Постепенно Мухаммеду удалось распространить среди арабов новую веру и объединить их. В результате образовалось сильное государство. После его смерти, 632, во главе государства стояли халифы. При них арабское государство достигло значительных успехов. В 30-х годах 7 века арабы завоевали Дамаско, Иерусалим, Антиохию, Междуречь и Египет. В этот же период арабы вторглись в Армению и заняли ее столицу Двин. Они намеревались починить себе и картли. С этой целью арабы поставили население условия – либо починиться, либо уйти с насиженных мест и переселиться в другую страну. Грузины отказались починиться и арабы двинули против них войско. Однако сильные морозы и тяжелые условия вынудили их повернуть назад. Первое появление арабов на Южном Кавказе не ставило своей целью завоевания кавказских стран. Это были обычные грабительские набеги, во время которых арабы пытались разведать силы своих будущих противников. В начале 50-х годов 7 век арабы подвергли Иран полному разгрому. После падения сасанитского Ирана арабам был открыт путь на Южный Кавказ. В 654 году арабы одержали победу над византийцами в Армении и подошли к границам картли. В сложившейся ситуации Грузия осталась один на один с арабами и борьба со столь сильным государством не имела смысла, так как грузины не могли сдержать арабского нашествия, а поражение грозило малочисленной стране тяжелыми последствиями. В свою очередь, арабов устраивало добровольное подчинение картли, тем более что в завоеванных странах им надо было упрочить свое господство. Обе стороны, Грузия и арабское государство, приняли охранную грамоту, условия которой на данном этапе удовлетворяли обеих сторон. В конце 50-х годов 7 века в халифате разгорелась междоусобная война, длившаяся в течение нескольких лет. В 661 году халифом стал Мавия, основоположник династии Аммиядов. Ему удалось объединить арабов, однако после его смерти в халифате вновь началась смута. Ясно, что в такой ситуации арабам было не до завоеванных стран, поэтому грузины воспользовались этим и освободились от господства арабов. Чтобы окончательно починить кавказские народы и покончить с хазарами, халифат послал 120-тысячную армию под предводительством Мурвана ибн Мухаммеда, прозванного Мурваном Кру, Кру-Глухой, так как он был глух ко всем несчастьям. В 735 году Мурван Кру, вторгся в Грузию. Арабы захватили в пленар гвецких мтоваров Давида и Константина и зверски пытали их. Братья отказались принять ислам, за что были преданы мучительной казни. Грузинская церковь причислила мучеников к лику святых. В их память недалеко от города Кутыси был построен храм Моцмета, превратившийся впоследствии в монастырский комплекс. Грузинский народ не мог больше терпеть невыносимого гнета арабского правления и восстал. Борьбу против арабов возглавил Эрисон Тавар Нерси-2, за что в 772-773 годах был отозван халифом и три года просидел в темнице. Тогда и сблизился Нерси Саба, который после освобождения Нерси последовал за ним в картле. Нерси продолжал свою антиарабскую деятельность, но позднее вынужден был уйти к Хазарам, от которых надеялся получить помощь против общего врага, арабов. Но Хазары воздержались от борьбы с арабами. В то время, как некоторые грузины колеблются и не уверены в себе, сгибаются, как тростник гнется от сильного ветра и многие ошибаются и отступают от праведного пути, и она с Саба Низдзе, поступку Абы придавалось огромное значение. Араб по происхождению и мусульманин по вероисповеданию, Аба принял христианство. Это было таким позором для арабов, что никакая победа на поле брани не могла искупить его. Арабы всячески пытались заставить Абы вернуться к своей вере и признать свою ошибку, но не добились цели. Его зверски мучили и в 786 году обезглавили, труп сожгли, а пепел выбросили в мткварей. В память о мученической кончине Абы упомянутый Иоанн Саба Низдзе, бывший свидетелем его смерти, написал жизнеописание святого, ставшего покровителем города Тбилиси. Мученичество святого Абы является одним из самых блестящих агеографических произведений древней грузинской литературы. Давид 4 Строитель Давид 4 Строитель, 1073, 24 января 1125 года, царь Грузии, 1089-1125 год ГГ, из династии Багратионов. В его правлении произошло объединение грузинских княжеств в единое централизованное государство. С 1080 года в Грузии начинается так называемый «Великая Туречина», когда турки, недовольствуясь грабежами и насилием, стали заселять долины Грузии, оседать здесь семьями и стадами, разрушая растительную систему, вырубая фруктовые сады и виноградники, превращая цветущие угодья в пастбище. В крупных городах и крепостях стояли турецкие гарнизоны, всюду рыскали их вооруженные отряды, грабя и населуя, крестьяне оставляли села и бежали в горы, пустили города. Лишь небольшая часть Западной Грузии оказалась огражденной от постоянных набегов и опустошений. Вместе с тем страна обязана была платить ежегодную дань. Положение усугублялось и тем, что в этой кризисной ситуации у власти находился недальновидный и слабохарактерный царь Георгий II, 1072-1089 годы. Прогрессивные силы государства вынудили царя отказаться от престола в пользу его 16-летнего сына Давида. Так в 1089 году пришел к власти Давид IV, величайший политический деятель феодальной Грузии, получивший в народе прозвище «строитель», правда, грузинское слово Агмашенебели точнее было бы перевести как «востроитель» или «возродитель», но в научной литературе принят вышеназванный термин. Юный царь энергично приступает к решению первоочередных задач – возвращение производительного населения на очи земли, возрождение экономики стран и изгнание турок-сельджуков. Но для решения их необходимо было подавить сопротивление реакционных сил в лице непокорных крупных феодалов. Затем Давид IV стал создавать небольшие, но боеспособные подвижные военные отряды из свободных, царских, крестьян и служилых помещиков Азнауров, которые повели планомерную борьбу против бесчинствующих по всей стране турецких банд, постепенно пресекая их действия. Это дало возможность укрывавшимся в горах земледельцам спуститься в долины и приступить к возрождению хозяйства. Умело использовал Давид строители улучшения международной обстановки, связанная с походом крестоносцев, и крестовый поход, 1096-1099 годы. Теперь можно было приступать к окончательному изгнанию турок, еще владевших крупными городами-крепостями Восточной Грузии и, в первую очередь, Тбилиси. Но для этого требовалось боеспособное войско и дальнейшее упрочение царской власти. Первоочередной задачей являлось проведение церковной реформы. Церковь была мощной и действенной организацией, пользовавшейся большим влиянием, поэтому Давид нуждался в ее поддержке. В то же время, в период арабского владычества, затем господство турок, в условиях феодальной раздробленности церковь сильно деградировала, высшие церковные должности оказались в руках представителей родовитой знати, зачастую недостойных и коррумпированных, такая церковь являлась опорой для реакционной феодальной верхушки, а не царя. Давид-строитель повел решительное наступление на нездоровые силы в церкви. В 1103 году он созвал Всегрузинский церковный собор, заседания которого проходили в двух соседних епархиях, Руисе и Урбнисе, в восточной Грузии, западнее город Горе. Решением Руисе и Урбнисского собора были смещены недостойные церковные сановники и на их место избраны поддерживающие царя и прогрессивно настроенные лица. Кроме того, было запрещено пользоваться церковным имуществом для личного обогашения, или в целях, противоречащих интересам государства. Давид-4 фактически подчинил церковь государству, поставив ее на службу интересам последнего. Это было ощутимым ударом по реакционной радовитой знати и дало в руки царя мощное идеологическое оружие. Параллельно Давид-Строитель создает постоянное войско из свободных служилых азнауров и царских крестьян, особо заботясь об их качественном вооружении, строгой организованности и военно-тактической выучке. К началу XII века количество постоянного войска достигало примерно 40 тысяч. Теперь можно было начинать генеральное наступление против турок. Первый удар Давид-Строитель нанес туркам в восточных областях Грузии. В ответ на эту акцию турки вторглись с большим войском на территорию Кахети, но в 1105 году в битве при Арцухе были наголову разбиты. В течение 1110-1118 годов турки были изгнаны из городов Самшвилде, Рустави, Гиши, Кабалы и Лори, Давид IV все ближе подбирался к Тбилиси, занимая узловые пункты на основных путях, ведущих к нему. Уже в то время в стратегических планах Давида вырисовывается одна тенденция – он стремится не только к объединению грузинских земель, но выступает в роли освободителя всего Закавказья и создателя многонационального государства. Гиши и Кабала – города Ашарвана, Нин, Азербайджан, а Лори находился в области, населенной в основном армянами. Тогда же перед Давидом-строителем в Грузии встал вопрос об увеличении контингента постоянного войска. Внутренние людские ресурсы феодальной страны не дают возможности для действенного наращивания военных сил, поэтому Давид осуществил дальновидное оригинальное мероприятие. В 1118-1120 годах в Грузию из северокавказских степей были переселены 40 тысяч половецких семей, каждая из которых получила земельный участок, обязываясь в свою очередь выделить одного члена семьи для несения постоянной военной службы. Таким образом было создано дополнительное 40-тысячное регулярное войско. Тогда же признал зависимость от Грузии царь Осетии.